Ваше Святейшество, уважаемые коллеги, гости Государственной Думы! Мы переживаем время очень ответственного выбора и необходимости конкретных, исключительно эффективных действий. Я с этой высокой трибуны в этот славный день обращаюсь ко всем тем, кто определяет в нашей стране закон и благодать. Мы исследуем сегодня картину жизни державы на просторах очередного столетия, из которого должны сделать очень точные и правильные выводы на основе, прежде всего, диалога и взаимного уважения позиций. Хочу вам прямо сказать, что весь 20-й век прошел в жесткой борьбе между трудом и капиталом. Труд и справедливость позволили нам воссоздать великую державу в форме Советского Союза. Они позволили нам победить фашизм и освободить мир от коричневой чумы. Позволили прорваться первыми в космос, создать лучшую науку и образование и обеспечить ракетно-ядерный паритет, который сегодня нас бережет. Капитал при всей ее производительности породил две мировые войны, дикую гонку вооружений и загнал мир на основе глобализации, против которого возмутилась даже современная Америка. Хочу вам напомнить, 25 лет назад мир собирался в Рио, где пытался выработать особый закон, соглашение о справедливости межгосударственных отношений. По сути дела, согласились все, кроме американцев. Те заявили, в миг будет так с Американо. Мы заставим все главные финансовые, информационные и другие потоки, сырьевые обслуживать наши капиталы и наши интересы. Сегодня всем очевидно, что и эта операция провалилась. Более того, когда мы прорвались в космос, возникла надежда, что новые технологии позволят решить крупнейшие задачи. Почти 50 лет тому назад в Вашингтоне собрались крупнейшие умы государственных деятелей и обязались в 2000 году избавить мир от бедности, от болезней, решить проблемы жилья и многое другое. И даже намечали дату, когда организуют мировой фейерверк по уничтожению ракетно-ядерного оружия. А когда посчитали, в начале 2000-х акнули 10 особых опасностей, только выросли и по-прежнему усиливаются. И прежде всего бедность, болезни и насилие над природой. Но в эту тройку за последние 15 лет ворвался терроризм. Сегодня можно сделать честный вывод, если смотреть правдиво на историю, что ни рынок, ни капитал не решат человеческие проблемы. И лишь опираясь на высокую духовность, великолепные знания, на современный прогресс и руководство справедливостью и дружбой можно решить насущные проблемы. Мне представляется, что Россия, имея уникальный опыт, может предложить и сегодня альтернативу олигархическому капиталу. И она, собственно говоря, вызревает. Но давайте только вспомним, что главной болезнью нашего общества были расколы. Раскол поверье привез большим потрясением. Сословно-имущественной гражданской войне. Раскол элитный привел к разрушению нашей великой советской державы. Я не случайно обращаю внимание, ибо в обращении президента к стране в своем послании особо было подчеркнуто не тащить расколы и не допускать нового противостояния. Это принципиально важно заявлено в стране, в которой сегодня 1% самых богатых сосредоточил 90% национального богатства, а 23 миллиона граждан влачат просто нищее существование. Мы должны это прекрасно понимать и все сделать, чтобы заворачивать эти болезни. Есть основа сплоченности. Это, прежде всего, дело, любимое дело, особенно одухотворенное дело. В этом отношении гигантскую роль у нас всегда играла и русская, и советская школа. В целом, образование и наука. Мы в ближайшие дни будем рассматривать закон образования для всех, который позволяет нам гарантировать каждому, вплоть до высшего, бесплатное образование. Мы можем это решить проблему. Почему мы не желаем сделать то, что сегодня реализуют лучший советский опыт многие страны мира? Мы должны защитить свой родной язык и родную культуру. Вчера Елена Александровна от «Единой России» блестяще выступала по этой теме. Но посмотрите, что делают с нашим родным языком, начиная от школы, телевидения. Исключительно важно, чтобы вылезти из этого тупика, бороться с бедностью. Ведь у нас был свой опыт, уникальный опыт. Давайте рядом посмотрим на Китай. Я бы участвовал в международном форуме. Там выступала премьер-министр Филиппин. Прямо сказала, только за то, что китайская руководство вытащила из нищеты 700 миллионов человек. Ему надо поставить памятник на планете сегодня. А у нас 72 человека из 100 сегодня живут на 10-15 тысяч рублей. А мы так и не решили проблему детей войны. А им всего надо 120-140 миллиардов. Последнее голосование показало, что и здесь мы споткнулись. Нам надо вырабатывать это единство. Для нас принципиально важна забота о детях и стариках. Ведь мы научились строить великолепный Артек. Мы его возродили. Мы помогли 2000 детей Донбасса и снова приняли решение. Но мы давайте пойдем дальше. Анкобольные дети и целый ряд других. Эти проекты лежат у нас на столе. Но и без стратегии развития невозможно решить ни одной проблемы. У нас отрывается новое окно возможностей. Давайте его используем. Пока американцы будут барахтать в своих проблемах, нам будет не до нас. Но мы должны понимать, у нас износ основного оборудования более 50%. 10 миллионов молодых тружеников в ближайшие 15 лет вы будут из производства. Нам нужна новая роботизация. А у нас на 10 тысяч работающих 2 робота. В Китае 36, в мире 66, а в Южной Корее более 400. У нас открываются и здесь колоссальные возможности. 40% граждан живут жилье хрущевской эпохи. Давайте решать эти проблемы и помнить, что надо прежде всего примириться с правдой истории. Она у нас такая, какая сложилась. Нельзя ей мстить. Из нее надо делать блестящие выводы. Святейший еще на Русском Соборе сказал, надо объединить Святую Русь с российской державностью и советской справедливостью. И тогда мы получим подлинно социальное государство с великим будущим. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова